Всем привет! Вы смотрите самый народный топ в мире, топ 5, да и 5! И с вами я, Влад Некст! Сегодня мы рассмотрим пятерку самых популярных-необычных оружий в играх. Благо их огромное количество, так что быстрее делитесь этим видео с друзьями, чтобы это видео быстрее набрало миллион просмотров, и мы сделаем вторую часть. Открывает наш топ оружия, которого нет в реальном мире. И нет, это не твой вымышленный друг, а портальная пушка. Место номер 5. Полное название портальной пушки звучит как переносное устройство создания порталов. И работает она так, стреляешь по поверхности, открывается синий портал. Вторым выстрелом в другую поверхность открывается оранжевый портал, и вуаля! Теперь можно входить в любой из порталов и мгновенно выходить из второго. Эта пушка была задействована в серии игр Portal, и использовалась она для решения головоломок. Я тут! О, супер! Ты нашла портальную пушку! По словам суперкомпьютера Гледос, пушка выдерживает температуру до 4000 кельвинов, и она ни в коем случае не должна погружаться в воду. А еще она настолько дорогая, что оценена дороже, чем органы и совокупный доход населения родного города Испытуемого. Плюс нельзя ни в коем случае дотрагиваться до рабочего конца устройства, или ты отправишься на тот свет. Кстати, есть модификация, при помощи которой можно использовать эту пушку во втором Half-Life, да и вообще в любой игре на базе движка Source. Существовала бы такая пушка в реальности, ох, и тяжело было бы нашему миру. Вы только представьте ее применение от мелочи. Преступник сделал выстрел у себя дома, а второй в банке, и мгновенно с дружками его обчистил. До крупных проблем, типа мгновенных вторжений армии. А еще можно сделать портал в полу и ровно над ним в потолке, и летать бесконечно. Лысый наемный убийца с красным галстуком. Уже угадали, кто это? А как назывались его стильные пистолеты? Правильно, Сильверболлеры. Четвертое место. Место номер 4. Знаменитые хитмановские стволы, известные под названием Сильверболлеры, есть не что иное, как копия реально существующего пистолета Кольт М1-911. Оружие имеет магазин на 7 патронов и появляется во всех играх серии Хитман. Причем можно стрелять как из одного пистолета, так и по-македонски из двух. Начиная со второй части, есть две версии этих пистолетов с глушителями и без. Они обладают сильной отдачей, но и огневая мощность огромна, даже нереалистично слишком огромна. Враги буквально улетают при попадании в них из Сильверболлеров. Наряду со струной от пианино и снайперской винтовкой WA-2000, Сильверболлеры являются символами игры об Агенте 47. Любопытный факт, слово Сильвер означает серебро. В периодической таблице химических элементов серебро стоит под номером 47, а называется оно Аргентум, сокращенно AG. Если сложить вместе AG и 47, получается Агент 47. Совпадение? Не думаю. В отличие от предыдущих оружий, этим ты пользуешься постоянно. Вернее, его мирной модификацией. Ножом. Место номер 3. Боевый нож используется как оружие ближнего боя, хотя бывают и исключения. Все зависит от того, какой нож используется. К примеру, метательные ножи хорошо выключают противников на расстоянии. Мы использовали их в том же Call of Duty, а японские бадзё сюрикены практически в любой игре с японскими персонажами. От Тэнчу до Наруто. Убойная сила у ножей в разных играх разная. Например, опять же, в Call of Duty нож убивает с одного удара, а в Counter-Strike нет, если только вы не бьете со спины. И если вы не играете в CS 1.6, там можно было убить ножом с одного удара, если попасть в голову. Нож использует Кана из Mortal Kombat, Фрик Волду и Сол Калибура, дерётся при помощи тройных индийских ножей Катар. Ножи есть практически в любой игре с... эээ... насилием. Assassin's Creed, Manhunt, да в конце концов GTA. И, как правило, нож ассоциируется с чем-то тихим и незаметным. Поэтому его часто выбирают любители тихого прохождения. Когда нож вырастет, он обязательно станет тем, кто на втором месте нашего топа. А точнее, не кем, а чем? Мечом. Место номер два. Пожалуй, популярнее ножа в играх только меч. Где мы его только не используем, начиная практически с любой фэнтези-РПГ. Да нет, не практически, а в любой фэнтези-РПГ есть меч. Также мечи популярны и в JRPG. Но, как и все остальное у японцев, там мечи непростые, а очень непростые. Чего стоит один только Gunblade из Final Fantasy VIII? Да, это чертов меч с рукояткой и барабаном от револьвера. В Soul Caliburi был просто офигительный живой меч с глазом Soul Blade. Старички сейчас проронят соленую слезу ностальгии, ведь и в серии игр Samurai Spirits AK Shadow бои проходили на мечах. Меч есть в Майнкрафте. В такой классной игре, как No More Heroes, сияет лучевая катана. Ах, игр, в которых мы воюем при помощи меча, так много, что можно было бы их перечислять целый выпуск. Но у нас есть еще одно более популярное оружие. Какое? Узнаете через несколько мгновений. Игровой магазин Die5Games.ru предлагает тебе приобрести самые новые игры, а также шмотки в доте и оружие в CS GO. Die5Games.ru Ну а победитель сегодняшнего топа, наш родненький автомат Калашникова. Первое место. Папапапапам. Первое место. АК-47 именно песни этой группы можно использовать как смертельное оружие и вырубать противников. Но шутки в сторону. Автомат Калашникова не только самый распространенный и популярный автомат в мире, он еще и одно из самых распространенных оружий в играх. Можно смело утверждать, что если вы играете в любой шутер от первого лица, от третьего, до хоть от четвертого лица, и он не связан с будущим или с отдаленным прошлым, то там точно будет АК-47 как одно из доступных оружий. Автомат Калашникова является эталоном надежности и простоты. Он используется во многих конфликтах и был проверен различными климатическими условиями. Существует множество модификаций Калаша и в играх они тоже есть. АК-74 в Баттлфилде, АК-74Ю в Call of Duty. И, конечно же, не стоит забывать игру с золотым статусом в нашем шоу GTA. Там тоже есть автомат Калашникова. Вы смотрели с вами на родном топ-мире ТОП-5 ДАЙ-5. И с вами был я, Влад НЕКСТ. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте, там можно голосовать в топах. А также делитесь этим видео, чтобы оно быстрее набрало миллион, и мы сделали вторую часть. Ведь есть еще масса клевого оружия в играх. Баааа! Я буду рад, как игрок в Call of Duty, прокачавшийся до золотого калаша, если ты подпишешься на канал, а также посмотришь ТОП-5 настольных игр и 10 фактов о Формуле-1. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok